Сегодня мы протестируем отрезные круги для ОШМ. Выясним, какие из них самые живучие и какие из них самые выгодные. У нас есть три стопки отрезных кругов десяти разных производителей. Одна болгарка и робот-пилоратор, а также целая россыпь арматуры, которую мы будем нарезать. Вы на река видели много тестов о снастке. И у большинства из них одна проблема — человеческий фактор. Мы решили свести его к минимуму. Наш ответ Boston Dynamics не устает, поэтому сила нажатия всегда остается постоянной. Каждый круг мы будем стачивать до тех пор, пока он перестанет перерезать арматуру с одного прохода. Конечно, в реальной жизни вы можете сточить круг почти до редуктора, но нам нужна общая контрольная точка. Наш робот не только пилит, но и точно считает количество резов. Я предполагаю, что на тесты уйдет немало времени, поэтому позвал своих друзей на помощь. У меня три группы отрезных кругов. Толщиной 1, 1,6 и 2,5 мм. Это самые популярные размеры. В первой группе испытуемых толщина всех кругов 1 мм. И тут же всплывает наш первый косяк. Диск от луги на две десятки больше — 1,2 мм. Ну что ж, поставили на робота — испытаем. Но в общем зачете он учитываться не будет. Для тестов мы взяли самую простую болгарку. Здесь нет ни плавного пуска, ни системы поддержания оборотов. Это было нужно для того, чтобы все круги прошли одинаковые муки ада. Диск от луги стоит 30 рублей. Его хватило на 115 резов. Следовательно, на перерезание арматуры мы потратили 26 копеек. Перейдем к следующему испытуемому — катоп. Производитель утверждает, что это самый дешевый рез в России. Так ли это? Сам диск обошелся в 52 рубля. А сделал 156 резов. Соответственно, каждый рез обошелся в 33 копейки. На 7 копеек больше, чем у луги. Третий круг и наш второй косяк. В этот раз последний. Диск хаммер оказался толстым — 2 мм. Вынесем его отдельно, но протестируем. А на его место возьмем круг Исмофлекс. Диск Исмофлекс стоит столько же, сколько и луга. 30 рублей. Но сделал он только 45 резов. Каждый рез обошелся нам в 67 копеек. Диск МОЗ пока что самый дорогой. 83 рубля за штуку. Но сделал всего 59 резов. Каждый обошелся в 1 рубль 41 копейку. Настало время гигантов индустрии. Бош. Стоимость круга 41 рубль. Сделал он 72 реза. Когда мы его снимали, мы заметили, что внутреннее кольцо выпало. Возможно, этим объясняется столь не впечатляющий результат. Но имеем, что имеем. Стоимость реза 63 копейки. А теперь самый дорогой диск в нашем обзоре. Метаба. 188 рублей. А сделал всего 32 реза. Каждый обошелся в 5 рублей 88 копеек. Тонкие диски закончились. Переходим к следующей категории. Пожалуй, самый популярный среди всех 125-мм отрезных кругов. 1,6 мм. И вновь начнем с луги. Диск стоил столько же, сколько его более тонкий собрат. 30 рублей. Но быстрее изнашивался и сделал всего 60 резов. Получается, каждый рез обошелся нам в 50 копеек. Казалось бы, разница всего в 0,4 мм. А стоимость выросла вдвое. Следующий каток. Ситуация аналогична. 56 рублей стоил. Сделал 94 реза. Стоимость каждого 60 копеек. Опять же, в 2 раза дороже, более тонкого. Следующий инфорс. Стоимость 65 рублей за штуку. Сделал он всего-навсего 29 резов. Каждый обошелся в 2 рубля 24 копейки. Судя по всему, за абразивом в Иваново лучше не едете. Лучше за невестами. Настало время толстого моста. Стоил он 85 рублей за штуку. Круга хватило на 32 реза. Это 2 рубля 66 копеек за каждый. Среди всех дисков 1,6 мм это худший результат. Впереди сразу 2 отрезных круга от Bosch. Начнем с более дешевого и простого. Стандарт. 59 рублей. Его хватило на 109 резов. Каждый обошелся в 54 копейки. На 4 копейки дороже, чем Луга. Стоит ли хваленое немецкое качество переплаты, решать вам. А вот 4-звездочный Bosch Expert. Стоимостью 109 рублей за штуку. Однако хватило его всего на 66 резов. Каждый обошелся в 1 рубль 65 копеек. Пока результаты меня удивляют. Я ожидал, что более толстые круги будут более долговечными. Но вышло ровно наоборот. Возможно, давимый сильнее на болгарку, результат был бы иной. Но у всех кругов равные условия. Пока полностью не семнело, протестируем наш неформатный хаммер на 2 мм. Диск обошелся нам в 49 рублей. Хватило его на 58 резов. Каждый 84 копейки. На испытании 13 дисков у нас ушло больше 10 часов. Эксперимент пришлось отложить до утра. Поэтому сейчас начинается второй день. А чтобы исправить ошибку доставки, мы докупили в соседнем магазине еще 2 диска хаммер. На 1 и 1,6 мм. Теперь все по-честному. Итак, первый подопытный на сегодня. Хаммер толщиной 1 мм. Стоит такой круг 39 рублей. Хватило его на 54 реза. Итого каждый 72 копейки. Круг хаммер толщиной 1,6 мм. Обошелся нам в 40 рублей. Этого диска хватило на 79 резов. Каждый обошелся нам в 51 копейку. Результат сравнимый с лугой. Самый толстый круг хаммера обошелся нам в 52 рубля. Этого диска хватило на 41 рез. Каждый рез стоил нам 1 рубль 27 копеек. Интересно, а как себя покажут другие толстые диски? Самая толстая луга стоила на 5 рублей дешевле хаммера. Однако хватило этого диска всего на 22 реза. Итого каждый обошелся нам в 2 рубля 14 копеек. Диск Интерскола стоил на 3 рубля дороже луги. Но со своей задачей он справился не очень. Всего 21 рез. Каждый обошелся в 2 рубля 38 копеек. Диск Нортон Старлайн нас удивил. После счастливого 13 реза он начал буксовать. Мы подождали несколько минут, но ничего не произошло. И как выселось, прервали тесты мы не зря. Диск начал разрушаться. Обошелся он нам в 56 рублей. Цена за рез 4 рубля 31 копейка. И наконец последний диск в нашем тесте. Пурева. Стоит он 173 рубля. Совершил круг 54 реза. Стоимость каждого 3 рубля 20 копеек. Дорого, но безопасно. Такой диск не разлетится. Подведем итоги. Первое место – миллиметровый Котоп. А судьбу второго и третьего места решила всего одна копейка. На втором месте Луга 1,6 мм. На третьем аналогичный Хаммер. А если учитывать нестандартных участников, то победила Луга на 1,2 мм. Это самый выгодный диск из всех. А теперь о главном герое – болгарке. На тесты всех дисков мы потратили 12,5 часов. Совершили 1201 затерезов. И все это практически без пауз. Давайте же посмотрим, как этот марафон отразился на ее внутренностях. Как видите, конструкция максимально простая и надежная. Для замены угольных щеток нужно открутить всего один винт. Несмотря на все наши изделательства, абразив внутрь не попал. Обмотки чисты. Вот такой вот получился тест. И он далеко не последний. Попробуйте угадать, что вас ждет впереди. И заодно предлагайте свои варианты тестов. А с вами был Алексей. Пока-пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok